Это Дима Яструб звонит. Я в твоем городе. У тебя есть возможность получить байк. Ты готов? Я считаю, что в твоем возрасте уже можно заработать на байк, но у тебя будет возможность сейчас его забрать. Будешь пробовать? Привет, друзья! Меня зовут Дима Яструб и в прошлых выпусках рубрики, которые вы сейчас смотрите, а называется она «Дарю BMX подписчику». Мы покупали и приводили в порядок BMX, который мы в итоге подарим одному из вас. Я уже выбрал интересную историю парня и решил отправиться, чтобы ему его подарить в другую страну, а если быть точнее, в Беларусь, в Минск. Добрый день! Скажите, пожалуйста, сколько на сегодня будет стоить билет в Минск, Беларусь, купе на двоих человек отсюда, с Киева? 3,500. А назад, послезавтра? Как ты сам. 3,500, да? То есть 7 тысяч всего. Хорошо, спасибо большое. Семь косарей, чувак, это жесть. Да, правда? Да. К сожалению, спонсоров на эту рубрику у меня нет, а тратить более 300 евро с учетом проживания, питания и проезда, такой возможности, естественно, у меня нет. Тем более, что я уже и так потратился на покупку самого BMX и его обгрей. К сожалению, не всегда все получается так, как хотелось бы, даже если хочешь сделать кому-то сюрприз. И было принято решение засесть с моими друзьями из Киева. Сами, кстати, ребятки, не с Киева. Я уже преодолел путь 500 километров, чтобы туда попасть. В общем, мы решили с моими друзьями из Киева засесть в ночном заведении и в кратчайшие сроки выбрать интересную историю парня, который живет поближе, поехать к нему, но, возможно, в этот раз байк ему не дарить. Просмотрев сотни ваших видео и прочитав кучу писем, была выбрана вот эта вот история. И уже утром, практически не спав, мы отправились к парню за 200 километров, который пока еще даже не догадывался о том, что мы ему приготовили. Подписчику дарить. Ты готов? Да, давай. Три, два, один, поехали. Пока покупали билеты, все гадали. Какой же у нас поезд? Фюндай, не Фюндай? Посмотрите, на чем мы едем. Фюндай. Ну что, вроде как нас, слышь, не кидаю. Вроде как на месте. Привет, Бердичев. Или Бердичев, как правильно? Сейчас узнаем. Чуть не проехали, короче, дальше. Ну что, звоним сейчас к этому парню. И, собственно, скажем, что мы в его городе, и пусть приезжает. Приезжает попробовать получить байк. Все, можно, давай. Какой-то громкий, кирач. Уже начало рады. Уже хоть вызов идет. Не, на ебану сном, наверное. Давай, бери трубку, Роман. Алло, Роман, ты? Да. Привет, это Дима Ястреб. Ты меня узнал? Подождите. Можно выйти, я пикал. Что, говори? Можно выйти, я пикал. Алло, привет. Это Дима Ястреб звонит. Я в твоем городе. У тебя есть возможность получить байк. Ты готов? Я зараз на ночи, а не в мою. На учебе? А через сколько ты освобождаешься? О, моё сердце застукало. Но я даже через 20 минут можем. Отлично. Смотри, мы тебя ждем возле танка, возле вокзала. Давай, у тебя 20 минут. Короче, время пошло. И спеши, спеши к нам. Это не развод просто, блин, не вьюти. Нет, не развод, чувак. Ты что, голос мой не узнаешь? Узнаю, но, блин. Время пошло. Все, погнали, засекай. Пошло. Походу он. Врубай. Привет, Роман. Ты меня узнал? Что, реально не верил? Нет. Расскажи, как ты отпрашивался. Нормально отпустили? Отпустили, да. Сейчас. Да? Да. Чего? Так, чувак, нужно на тебе микрофон повешать. Ну, давайте. Вот так. Смотри. У тебя сегодня будет необычный выпуск. Это будет первый раз такое. Потому что, на самом деле, я считаю, что в твоем возрасте уже можно заработать на байк. Но у тебя будет возможность сейчас его забрать, получить. Так как ты занимаешься спидкубингом, ты умеешь собирать, ты еще решал головоломки, и ты писал, что кучу времени проводишь в интернете, смотришь в запчасти, как собирается, разбирается велик и так далее. В общем, поэтому у тебя будет задание. Ты сейчас посмотришь на велосипед, это, собственно, байк, который еще у тебя останется, и у тебя будет 15 минут, чтобы его собрать. Если ты его собираешь за 15 минут, он твой. Если нет, то, извини, братан, едем дальше. Вот, собственно, так. Нормально? Ты готов? Не, 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 будешь вот именно собирать. На самом деле ничего сложного, не переживай. Попробуй. Почему нет? И, мол, ты этим занимаешься давно, ты смотрел видосы, ты по-любому смотрел видео, не знаю, Антона, Степана, Гордея, как собирать велик. Смотрел же? Да, смотрел. Вот. Поэтому, чувак, будешь пробовать? Буду, конечно. Можешь сейчас у меня поспрашивать, как собирать, что, куда ставить, ну, я тебе подскажу. Ну, потом пойдет время, и как бы я тебе уже помогать не буду, будешь все сам делать. Еще один нюанс, ты, когда его соберешь, все должно быть нормально настроено, стоять, то есть, чтобы на нем можно было сделать какой-нибудь трюк. Ну, чтобы ты зажал так, не на отъебись, а нормально закрутил. Ну, и не пережал в то же время. Не ожидал такого, да, наверное? Ты думал, просто приедешь за байком? Я даже не ожидал, что он будет. Мы, чувак, почти не... Он сегодня вообще не спал. Мы ехали с Киева к тебе. Велик, кстати, очень классный. На нем вчера делали сальто вперед, сальто назад. Типа, это один из самых лучших байков. Внешне мы его не успели. Ну, в принципе, мы обклеили. В принципе, он неплохой. Но по техническим характеристикам это офигенный байк. Что, волнуешься? Да. Как думаешь, получится у тебя? Как твои шаги? Ну, давай, чувак, стартуем, запускаем время. Скажешь, когда будешь готов, у тебя будет 15 минут. Время мы тебе говорить не будем. То есть, ты собираешь сам. Пока не соберешь. Но уложишься или не уложишься, это уже... Ну, хорошо, я готов. Поехали. Ты стартанул сразу. Это назад или вперед? Подбирай. Нет, так ты не затянешь. Да, давай, тоже головоломка. Тут на самом деле легко, чувак. Тебе понадобится штука, которая под ногой у тебя лежит. Это? Да. И подумай, куда ее можно присунуть. Почти. Есть, красавчик. Красавчик. Но подписчики все-таки шарят. Не зря видосы смотрят. Хорош. Я это для чего еще делаю. Многие ребята покупают беймиксы и сами абсолютно ни хрена не могут делать. На самом деле здесь ничего сложного нет. Вот даже при принципе на примере парня можно видеть, что реально никогда не собирая байк. Ну, единственное, мы, конечно, рассказали все. Минут 10 потратили до того, как он начал собирать. Но в принципе, реально, что тебе подсказать? Да, ну ты хорошо подумай, где она должна быть и вспоминай все, что я тебе говорил по поводу там проставок и так далее. Ты, наверное, не так, да, встречу со мной ожидал? Представлял себе. Ребятки, я, честно говоря, думал, что будет хуже. На самом деле чувак реально крутой. Он прям соображает, типа, что куда ставить. На ходу, да. Я ему изначально подсказал. Да, никогда этого не делал. И находит, находит выход ситуации. Что-то сколько ты собираешь кубик-рубик? Или кубика-рубика, да, правильно называется? Стандартный кубик-рубик 3х3 собираю за 16 секунд. А кто есть рекорд? А собираю за 20 и 30. Ну, не больше. Рекорд 16 секунд? Да. Вы представляете, он собирает кубик-рубик за 16 кубика-рубика, да? За 16 секунд. Как ты думаешь, какое время у тебя было? Где-то 18 минут. На самом деле у тебя было 24 минуты 15 секунд. Но, честно говоря, ты меня приятно удивил. Чувак, на самом деле умножь свое время на 2, ты получишь всего лишь 50, а ты меньше. Я вообще, когда к тебе ехал, я думал, что все, не влаживаешься, едем дальше. Но сейчас я вижу, насколько ты стремишься, ты стараешься, потому что как быстро ты приехал сюда, ты взял такси, ты старался. Ну, я просто не смогу тебя без байка отпустить, чувак. Я только что ходил, смотрел время. Я вижу, что ты реально не укладываешься вообще. Ну, вижу, что ты собираешься, все круто. Ну, реально круто. Для первого раза это пиздец какая хуена. Поэтому байк, естественно, я тебе оставляю. Катайся, чувак. Да, только сейчас я тебе подскажу, что подстроить, настроить. О чем ты вообще думал, пока собирал? Чтобы успеть. И как такси оплатить. Посмотри, чувак, если что, мы тебе и на такси можем помочь оплатить. Все, страшно. И довезет ему обратно. Все, таксист тебя сейчас еще и обратно отвезет. Типа велик может грузить ему в тачку. Спасибо. Лайки ставишь? Да, ставлю. Да? Пацаны, ставьте лайки, и возможно, и вам достанется байк. Давай, удачи тебе. Я реально рад, что познакомился с тобой. И я ожидал, ожидал худшего результата. Ребята, пишите обязательно в комментариях, что вы думаете, что думаете в поводу парня. За сколько вы собираете байк. Да, и можете написать, за сколько вы собираете байк, если вы уже катаетесь. Мне будет очень интересно посмотреть, посчитать. Может, даже, не знаю, какой-нибудь конкурс устроить. А что нет, да, такой? Собери байк челлендж, зовут. Ну, по-моему, классный чувак. Я реально рад, что именно ему достается байк. Он интересный. Он задает интересные вопросы. Видно, что будет катать. Видно, что стремится и старается. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Дима Ястроп и рубрика Дарю БМХ подписчику. Всем удачи и пока. А кто лайки не ставит, к тому не приеду.